Добрый день, дорогие друзья! Министр государственной безопасности Советского Союза и член Президиума ЦК КПСС высшей ступени государственной карьеры Семена Денисовича Игнатьева. Должность первого секретаря Татарской обкомовой партии заключительная в его послуженном списке. Про Игнатьева ходили разные слухи. Что-то наговаривали недруги, какие-то из его поступков и слов позже обрастали деталями и домыслами и пересказывались в виде баек. А что-то было сущей правдой. При всей своей замкнутости Игнатьев сам порой проговаривался. Например, некоторые коллеги утверждали, что Игнатьев ввел в Министерстве госбезопасности камеры пыток. Не то чтобы их до него не было, но якобы он официально закрепил в штате специальных работников, прикрепленных к пыточным камерам. Но лично в допросах и пытках министр не участвовал. Сам Игнатьев как-то признался, что весной 1953 года, после увольнения со всех должностей, спал с пистолетом под подушкой. Со дня на день ждал ареста и, не понаслышке зная, что его ждет в этом случае на Лубянке, решил живым не сдаваться. Хватило бы ему духа, кто знает. Обошлось. Но участь весельника, чудом избежавшего смерти, пережил. Это, конечно, добавило новые нюансы в его отношении к жизни, да и седых волос шевелер. А в Татарстане партийная номенклатура с опаской, и народ вслед за ней, но уже с ехидством, пересказывали друг другу историю со шляпой Игнатьева. Дело было так. Вскоре после назначения в Татарстан первым секретарем обкома, Игнатьев будто бы зашел в магазин купить что-нибудь на ужин. Попросил взвесить макароны, на что продавщица, увидев, что он без сумки, без авоськи, заявила, макароны взвешиваю, но класть их некуда. Упаковочной бумаги-то нет. Полиэтиленовых пакетов, понятно, в те времена не было. А куда же мне их положить, растерянно спросил Игнатьев. А хоть бы вашу шляпу милосердно предложила заботливая дама за прилавку. Игнатьев не смутился и тут же подставил головной убор, в которую и насыпали макарон. Через пару часов на начальственную шляпу уже с жуткой тревогой смотрели ответственные работники правительства республики. Говорят, что вскоре упаковочная бумага в магазинах появилась. Семен Игнатьев стал последним сталинским министром государственной безопасности. Он занимал этот пост с 1951 по 1953 годы. Его не любили многие, ни до, ни тем более после отставки с должности. Не взлюбили бывшие подчиненные чекисты. Московская общественность и даже постсталинское руководство страны. У всех были на то свои причины. Коллеги припоминали ему чистки в министерстве. Общественность сделала врачи-отравители и вязкий страх перед всесильным ведомством на Лубянке. Приемники же вождя не могли простить верного исполнителя воли Сталина, перед которым они все некогда вынуждены были заискивать и при встрече изображать неподдельную радость. Да и не доверяло новое руководство бывшего министра внешне угрюмому, молчаливому, сумрачному, много знавшему про них человеку. Несмотря на эту неприязнь, Семену Игнатьеву удалось. Где нужно переждать? А когда потребовалось пробежать между потоками раскаленной лавы, извергаемой с вершиной грозного кремлевского вулкана. Не у всех так получилось. Берию и его подручных, к примеру, стремительно снесло в бездну. Игнатьев же стал одним из немногих руководящих чекистов, кто не только сохранил жизнь, но и продолжил государственную карьеру. Но это не был его счастливый билет. Во-первых, Игнатьева спас случившийся вовремя арест Лаврентиберии. Во-вторых, Хрущев и компания в какой-то мере даже сочувствовали Игнатьеву, вынужденному заниматься арестами, допросами, следствием, выбиванием показаний. Хрущев на заседании Центрального комитета так и заявил, что, мол, Игнатьев — человек по характеру мягкий, и не нужно было ему соглашаться на должность министра госбезопасности. Никита Сергеевич, конечно, лукавил. Отказаться от сталинского предложения Игнатьев не мог, но и дров наломать сверхприемлемого, пока был министром, не успел. В общем, если в Москве его недолюбливали, то в Татарстане, который Игнатьев возглавил в 1957 году, к нему прониклись уважением и симпатии. И было за что. Не за прежние сомнительные заслуги, а за дела, которые до Игнатьева еще никто не осмеливался и не пытался сдвинуть с мертвой точки. Он оказался большим татарином, чем многие тогдашние татары в Татарстане. Семен Игнатьев родился в 1904 году в Украине, в Херсонской губернии. Но родители переехали в Среднюю Азию, и детство, подростковые годы и молодость прошли в Узбекистане. Поэтому ему уже с юных лет пришлось учиться находить общий язык с людьми иной веры и культуры. Это пригодилось и в дальнейшем. Игнатьев в совершенстве владел узбекским языком. Умел, когда нужно вставить нужные действительные словечки. Местные его за это уважали. Уже с 10 лет работал на хлопкоочистительной фабрике. Затем в железнодорожных мастерских. В 15-летнем возрасте активно принек уже комсор железнодорожного депо Бухарской железной дороги. А затем способного юношу берут в политотдел Бухарской группы войск. Это первый важный этап его карьеры. Поскольку, вероятно, именно здесь состоялось знакомство с молодым комиссаром туркестанской группы войск Георгием Маленковым. Впоследствии Маленков вошел в ближайшее окружение Сталина и тянул Игнатьева по служебной лестнице. Через короткое время Игнатьев переходит на работу в милицию и затем в военный отдел Бухарской ЧК. Это второй значимый этап его службы, много позже сыгравший свою роль в назначении на должность шефа государственной безопасности. В ЧК, правда, он задержится не больше года. Почему так мало? Трудно сказать, сам он об этом не любил вспоминать. Возможно, характер не подошел. И уже скоро Игнатьев переходит на сравнительно спокойную работу в комсомол и профсоюзы, где и трудится до начала 1930-х годов. В Узбекистане, конечно, хорошо. Тепло, арбузы, дыни. Но Игнатьев стремится к чему-то большему, масштабному. Нужно образование. Чем дышит в это время страна? Индустриализации, развитием промышленности, армии. В почете инженеры, летчики. Где всему этому можно учиться? Ну, конечно же, Москве. Он получает направление ЦК Компартии Узбекистана и в 1931 году поступает в Промышленную академию имени Сталина. Заканчивает ее по специальности инженер-самолетостроитель. Но по специальности так и не по работе. Судьбу вмешивается знакомец по Туркестану Георгий Максимилианович Маленков, а он тогда уже заместитель заведующего отделом руководящих органов ЦК партии. Так, Игнатьев сразу после окончания вуза приглашается на работу в Промышленный отдел ЦК ВКПБ. Ему чуть больше 30. Страна в этот период обескровливается в ходе массовых репрессий. После арестов некоторые учреждения пустеют целыми коридорами. Для молодежи открывается окно возможностей. Так в стране появляется новая молодая управленческая и хозяйственная элита. И Игнатьев, направляемый рукой Маленкова, начинает стремительно, но в то же время поэтапно набирать партийный вес и руководящий опыт. В 1937 году назначается первым секретарем Бурят Монгольского обкома партии. Предыдущий первый секретарь Михей Ирбанов арестован и в 1938 году расстрелян. Здесь Игнатьев увлечется восточной культурой, монгольской литературой, интерес к Востоку станет профессиональным и сохранится у него на всю жизнь. В 1943-1946 годах он первый секретарь башкирского обкома ВКПБ. День Победы он встречает в Уфе. Его коллега, будущий руководитель башкирии Зиян Нуреев, так вспоминает об этом дне. 9 мая в 5 утра Нуреев только пришел с работы домой. Тогда все ведомства работали, подстраиваясь под ночной режим Сталин. Вдруг зазвонил домашний телефон. Вызывал первый. Вернулся на службу, где и узнал о конце войны. В кабинете Игнатьева подняли по рюмочке коньяка и выпили за победу. Нуреев говорит, что за все время совместной работы с Игнатьевым это был первый и последний раз, когда Семен Денисович выпил спиртной. Очень закрытый был человек, застегнутый на все пуговицы. И сам в гости не ходил, и к себе никого не приглашал. После башкирии в 1946 году опять назначение в Москву. Игнатьев становится замначальником управления по проверке партийных кадров ЦК партии. Но уже через год, в 1947 году, ему пришлось покинуть столицу. Дело в том, что покровитель Игнатьева Георгий Маленков в это время попал у Сталина в опалу. Ослабление Маленкова сказывается и на Игнатьеве. Его начинают бросать по стороне. Второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии, уполномоченный ЦК по Узбекистану. Должности звучные, но второстепенные. Хотя, возможно, это была такая форма профессиональной обкатки. Профессионализм те годы нарабатывался этап за этапом, проверялся на реальной работе. Дело пошло на лад только в 1950 году, когда Маленков, вновь укрепившись в ближнем кругу Сталина, вернул Игнатьева в Москву и посодействовал его назначению заведующим отделом партийных, комсомольских и профсоюзных организаций ЦК ВКПБ. А в Москве тем временем было неспокойно. Примлижалась к своей кульминации скрытая от посторонних глаз борьба в сталинском окружении. В начале июля 1951 года Берия добивается смещения с должности и ареста бывшего министра государственной безопасности Виктора Абакумова. Абакумов – бывший протеже Берии, впоследствии, однако, ставший его опасным конкурентом. Берия с Маленковым рассчитывали поставить на место Абакумова управляемого человека. Были желающие среди генералов-чекистов, но все они прочитались. Вождь сделал по-своему ни нашим, ни вашим. Его выбор пал на неожиданную кандидатуру Семенова Игнатьева, не имевшего военных чинов и званий. Хотя Маленков мог приложить к этому свою руку. Часто говорят о каком-то удачном случае, что, мол, оказался в нужное время в нужном месте. Вот на сей раз это точно не про Игнатьева. Получить предложение, от которого нельзя отказаться, понимая, что придется взять ответственность за несамостоятельные решения, которые могут стать фатальными для карьеры и даже для жизни, это трудно назвать фортуной. Как вспоминал про Игнатьева один из коллег, он попал как кур во щип. Сталин дал Игнатьеву целый ряд неблагодарных поручений. Расследование дела об Акумове и его подельниках в МГБ, выявление врачей-вредителей и подготовка судебного процесса над ними, Менгрельское дело, грозящее серьезными неприятностями для Лаврентия и Берии. Именно Игнатьев, по указанию Сталина, в 1952 году арестовал многолетнего начальника сталинской охраны генерала Николая Власик. Чуть позже Игнатьеву поручается и разработка планов устранения югославского лидера Йосипа Брозетита, вошедшего в конфликт со Сталином. Что касается дела врачей, оно оказалось самым тяжелым и токсичным поручением Сталина. В конце 40-х годов Сталин постепенно разворачивает антисемитскую кампанию. Дело еврейского антифашистского комитета, убийство Соломона Михойлса, а затем фабрикация дела врачей-вредителей, которые якобы состояли в сионистском заговоре против страны и планировали убийство руководителя советского государства. Все это свидетельствовало о серьезном настрое Сталина. В ходу было выражение «врачи-убийцы». Среди арестованных оказались и личные доктора Сталина, профессора Виноградов и Егоров. Дело готовилось на протяжении всего 1952 года. Поначалу Игнатьеву никак не удавалось получить доказательства существования организованной группы врачей-вредителей. Он доложил об этом Сталину. Позже Игнатьев так опишет реакцию Сталина. Мое сообщение вызвало резкое раздражение товарища Сталина. И он, упрекая в том, что чекисты ни черта не видят дальше своего носа, перерождаются в простофиль обывателей, решительно потребовал разоблачить группу врачей-террористов, существование которой, как он сказал, давно и твердо убежден. Игнатьев изложит эту историю в записке на имя Лаврентия Берии в конце марта 1953 года, уже после смерти вождя. Игнатьев пишет, что Сталин, вызвав к себе в кабинет, кричал и угрожал. «Если не вскройте террористов, американских агентов среди врачей, то будете там же, где и Абакумов грозил вождь. Я не просителю МГБ, я могу и потребовать, и в морду дать, если вами не будут выполняться мои требования. Мы вас разгоним, как баранов». Сталин также требовал применять методы физического воздействия при допросе арестованных врачей. «Бейте!» – требовал вождь. «Вы как официанты в белых перчатках работаете. Если хотите быть чекистами, снимите перчатки. Чекистская работа – это мужицкая, а не барская работа». Осенью 1952 года арестовали лечащего врача Сталина, профессора Егорова. Игнатьев доложил об этом Сталину. Вождь поинтересовался, а кандалы профессору надели? Узнав, что в МГБ, по словам Игнатьева, наручники не применяются, Сталин жестко выругался в адрес министра и потребовал выполнить все его указания. «Вот каково это, услышать от Сталина такое? Вы, то есть Игнатьев, ни черта не понимаете в чекистском деле, и в следствии в особенности». Сталин давил. И выдержать этот прессинг могли немногие. Тяжелейшее напряжение привело к тому, что Игнатьев не выдержал и в конце 52-го, начале 53-го годов серьезно занимал. Неизвестно, как бы все сложилось дальше, громкий процесс над врачами планировался на весну. Но 5 марта 1953 года Сталин умер. В этот же день узкий состав президиума ЦК на своем заседании, названном позже совместным пленумом, освободит Игнатьева от должности министра госбезопасности. Выведет его из числа членов президиума ЦК, назначив секретарем Центрального комитета. Госбезопасность сольет с Министерством внутренних дел. Объединенное ведомство возглавит Лаврентий Берий. Через месяц, в апреле 53-го года, дело врачи прекратят. А 5 апреля 1953 года Игнатьева освободят от должности секретаря ЦК и выведут из числа членов ЦК. В газетах появится редакционная статья, в которой среди виновников с обрекованного уголовного дела против врачей окажется его хамилия. Экс-министр Игнатьев будет обвинен в незаконном сборе доказательств вины, применении метода физического воздействия. Появится даже термин «игнатьевщина». В стране разворачивалась борьба за престол. Берия решил свалить всю вину за репрессии 50-х годов на Игнатьева и тем самым справится и со своим соперником, покровителем Игнатьева, Маленковым, занявшим после смерти Сталина постпредседателя Совета Министров Союза СССР. Вот тогда-то Игнатьеву, оставшемуся в трудный момент, без поддержки Маленкова, снятому со всех должностей и пришлось спать пистолетом под подушкой. На примере Абакомова он очень хорошо знал, что происходило в подвалах Лубянки с бывшими чекистами. Но Игнатьеву повезло. На этот раз по-настоящему. Берия проиграл в схватке с Хрущевым и Маленковым. В июне 1953 года Берию арестовали, объявили врагом народа и вскоре расстреляли. А Игнатьева в июле 1953 года восстановили в ЦК партии, однако репутация была уже основательно подмочена. Отношения с Маленковым, по-видимому, серьезно охладили. В итоге Игнатьева вновь послали на работу в Национальную республику и вновь первым секретарем Башкирского обкома партии. Дежавюли Камбэк случилось спустя 7 лет после последнего отъезда из Уфы. На сей раз он проработает здесь 3,5 года, вплоть до самого назначения в Казань. 6 июня 1957 года Семен Денисович Игнатьев избирается первым секретарем Татарского обкома партии. Об этом не и в своей последующей работе с Игнатьевым подробные воспоминания оставил секретарь Татарского обкома по идеологии Камиль Фасеев. Нового руководителя на плене представил секретарь ЦК партии Аверки Арестов. Затем выступили члены обкома, которые, как это иногда, к сожалению, вводятся, начали валить все ошибки и проблемы, накопившиеся в республике на прежнего первого секретаря Зината Муратова. Это крайне не понравилось гостям из Москвы. Лица Игнатьева и Арестова сразу помрачнили. Игнатьев хорошо помнил, как бывшие преданные сослуживцы после его отставки тут же отвернулись от него. В Казани все показалось довольно знакомым. В первый же день работы в Казани Игнатьев обошел кабинет, познакомился с работниками обкома, а на следующий день собрал совещание. Обсудили главные проблемы. Подытоживый разговор, Игнатьев совершенно неожиданно поднял вопрос о бардаке в обкоме. Прошелся по хозяйственным объектам, сообщил он. Всюду грязь и беспорядок. В кабинетах пыль и мусор, окна немытые, дорожки рваные, на подоконниках и столах груды бумаг, книг и журналов. В туалет не зайти. Гараж похож на склад старого хлама. Как вы терпите такой бардак? Неужели непонятно, что штаб партийной организации должен быть образцом чистоты и порядка? Игнатьев всегда был требователен к порядку, был большой чистюлей. Коллеги рассказывали, что после рукопожатия при возможности старался протереть ладони одеколоном. Вот и сейчас он верно подметил звено в заржавевшей цепи, за которое следовало потянуть. Пришпорив таким образом закиснувших за предыдущие годы новых коллег. Игнатьев решительно взялся за хозяйство уже всей республики. Его аппаратный вес и связи в ЦК и союзном правительстве позволили добиться многого. Даже очень много. Без чего сегодня невозможно представить Татарстат. Сегодня об этом мало кто знает, кроме специалистов. Однако во многом благодаря именно ему началось строительство казанского завода «Ворксинтез», ставшего одним из флагманов советской нефтехимии. Именно Игнатьев сумел убедить Москву в целесообразности строительства нефтехимического комплекса в Нижнекамске. Будущего в Нижнекамске «Ворксинтез» и «Ворксинтез» и «Ворксинтез». Игнатьев сумел договориться в Москве об уменьшении обязательных объемов сдачи зерна в государственный фонд, серьезно облегчив положение колхозов и совхозов республики. Как результат, Татарстане стало гораздо легче с продовольствием. Игнатьеву республика обязана и началом серийного производства в Казани стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22, вертолетов Ми. Сегодня все выглядит так, как будто по-другому и быть не могло. Отнюдь могло. Конкурентов у республики среди крупных городов Союза было достаточно. Но Татарстану повезло, что у руля в этот период оказался именно Игнатьев. Влиятельный, пробивной, инициативный, не боявшийся брать на себя ответственность. Прямо скажем, не такие уж распространенные качества. Исторический факт. Именно он поддержал инициативу татарской общественности об учреждении в 1958 году государственной премии Тайс-Ремии Габдуллы Тукая, которую стали вручать выдающимся деятелям культуры и искусства. До этого такой премии попросту не было. Но, пожалуй, самым политически сложным для Игнатьева стало его решение вплотную заняться проблемами сохранения татарского языка, татарской культуры. Дело было так. После смерти Сталина в стране началась некоторая либерализация общественно-политической жизни. Стало можно более-менее открыто говорить о проблемах. Татарская интеллигенция, пригнутая к земле после репрессий 20-30-х годов, политикой, жестко ограничивающей историческую науку, творчество и культуру, теперь, набравшись мужества, начала говорить о реально существующих проблемах. В первую очередь, об умирании татарского языка. Разговоры из кухонь и от междусобойчиков начали перемещаться в публичную сферу. В 1954 году группа татарских ученых направила в Академию наук СССР обращение о необходимости повышения статуса республики досоюзной. В том числе и об угрозе потери татарского языка. Писатель Нурихан Фаттах пишет о том же в ЦК партии. Писатель Шайхим Маннур отправляет отчаянное обращение на имя Хрущева. Везде звучит тема стремительного угасания татарского языка. Эмоциональные выступления звучат и на собраниях творческих союзов. Действительно, к концу 50-х годов катастрофическое сужение сферы татарского языка в республике стало очевидным. Язык уходил из школы, из вузов, из науки, из сферы широкого публичного использования. Основной причиной этого стал бесконтрольный переход татарской школы на русский язык преподавания. Родители массово переводили детей в русскоязычные классы школы. В русских классах татарский язык для татарских детей преподавался два часа в неделю, что было крайне мало для овладения языком. Отменили экзамены по татарскому языку и литературе, прежде необходимой для получения аттестата зрелости. О какой мотивации для изучения родного языка могла идти речь? В итоге выросли поколения, недостаточный или совершенно не знающий родной язык. В конце 50-х годов в республике среди студентов татары составляли только 28%, большинство из них закончили русские школы. Резко сократилось количество ученых, работающих на татарском языке. Дело доходило до абсурдных случаев, когда татарский обком партии не мог найти лекторов, способных прочитать лекции на татарском языке для жителей татарских сел и районов. Нередко возникали ситуации, когда школьники татары не могли поддержать свободный разговор на родном языке с родными бабушками и дедушками. Так национальный язык уходил на периферию. Бытовое общение перестало развиваться, терял богатство, сфера его использования из года в год сокращалась. Богатейшая литература, история народа, научное наследие татарских ученых постепенно забывались и становились для молодежи областью легенды преданий. Это все то, с чем республика в итоге столкнулась в конце 80-х, в начале 1990-х годов. Скажем прямо, серьезных надежд на исправление ситуации никто особо не питал. Но случилось неожиданное. Игнатьев вдруг очень серьезно отнесся к проблемам татарского языка. Он попринял руководителям обкома за то, что довели татарский язык до плачевного состояния. Оказалось, что Семен Денисович очень уважительно и благожелательно относится к татарам и татарской культуре. Камиль Фасеев пишет, что Игнатьев хвалил татарскую культуру. Говорил, что татары оказали прогрессивное влияние на культуру народов Средней Азии, Казахстана и Башкирии. По указанию Игнатьева, именно Фасеев, ставший инициатором обсуждения языковых вопросов, организовал ряд совещаний с учителями, с ученой и творческой интеллигенцией. Игнатьев участвовал на этих встречах. На равных общался с деятелями литературы, культуры, демонстрируя широкий кругозор и эрудицию, чем приятно удивил многих. Плотно поработали с ЦК партии. В Казань приехала комиссия ЦК для изучения положения дел на месте. Получив поддержку Москвы и согласовав все вопросы, провели пленум обкома партии. Этот пленум, вошедший в историю, прошел 21 мая 1958 года и стал одним из наиболее горячих, эмоциональных и в то же время деловых. Камиль Фасеев выступил с большим и основательным докладом. Вот его основное положение. Нет интернационализма без уважения к национальному. Человек, хорошо знающий свой язык и национальной культурной традиции, лучше понимает значение языка и культуру других народов. Мы не противопоставляем татарские школы русским, с презрением отвергаем национальную ограниченность. Среди других выступивших всем запомнился народный писатель Гумир Баширов. Он заявил, что «я вполне понимаю и разделяю обиду родителей на татарскую школу». Не зря они обиделись. Татарская школа не оправдывает их надежд. Чиновники из органов просвещения и люди советского партийного аппарата своим безразличием, казенным отношением к запросам национальных школ довели дело до того, что школа потеряла авторитет перед народом. «Думаю, — сказал Гумир Баширов, — прежде всего с самой татарской интеллигенцией надо покончить с пренебрежительным, несколько чванливым отношением к родному языку, с недооценкой татарской литературы, всей национальной культуры. У народа есть такая пословица «Кто скрывает свой недуг, тот непременно умрет», — напомнил всем писатель. Выступил заместитель заведующего отдела НЦК партии Василий Дзербинов. Он полностью поддержал Фасеева и, более того, возложил ответственность за, по сути, катастрофу с языком на обком, горкомы и райкомы партии. «Все видели, — сказал Дзербинов, — как понижается авторитет национальных школ. Вместо того, чтобы принять решительные меры, руководители перевели своих детей в русские школы, и дело с концом». Сам же Игнатьев подытожил пленным словами. «Я, товарищи, задолго до приезда в Казань, неплохо представлял значение национальных школ. Ознакомившись с положением дел в Татарстане, убедился, что дело обстоит нетерпимо плохо. Мы фактически стоим перед опасностью ликвидации татарских школ», — сказал Игнатьев. После обсуждения приняли резолюцию пленума. «Решили, — татарские дети должны учиться на татарском языке, одновременно осваивая русский язык. Во всех школах и вузах должны быть созданы условия для одинаково высокого качества овладения русским и татарским языками». В этом направлении и начали работать. Но только начали. Дело в том, что через полтора года после пленума в самый разгар работы в ЦК партии поступила жалоба от бывшего первого секретаря татарского обкома партии Зинура Муратова. Он обвинил татарский обком в потакане националистов, политической близорукости и прочих грехах. Сегодня уже не разобраться. Сам уж он ее написал или попросили. Обвинения были нешуточными. У всех были свежи в памяти процессы 20-30-х годов, когда за любые попытки обсудить национальные проблемы в ответ прилетало обвинение в буржуазном национализме со всеми сопутствующими последствиями в виде жестких репрессий. Конечно, и в Татарстане не все поддержали позицию Игнатьева по татарскому языку. Разумеется, были и скрытые оппоненты. Среди них и второй секретарь обкома Салех Батыев, и протежей Игнатьева, будущего руководителя республики зав. отделом науки Фикрят Табеев. Хотя открыто с Игнатьевым никто не полемизировал. Но на всех совещаниях Батыев и, что удивительно, Табеев полностью обязан своим выдвижением Игнатьеву, отмалчивались. Жалоби Муратова дали ход. Делом занялся Михаил Суслов, главный идеолог партии, ставший символом советского догматизма и консерватизма. Итог разбирательства оказался плачевным как для Игнатьева, так и для судеб татарского языка. ЦК признал, постановление татарского обкома ведет к национальной ограниченности и замкнутости. Татарский обком ошибочно осудил родителей татар, отдающих своих детей учиться в русскоязычной школе. Ошибочно предписал руководителям вузов организовать изучение татарского языка и литературы для детей татар в вузах и русскоязычных школах и т.д. Игнатьеву и Дербинову объявили об утрате партийного чутья. Жалобу Муратова и предложение ЦК об отмене решений по национальным школам пришлось обсудить и на бюро татарского обкома. Фасеев категорически не согласился с обвинениями в отступлении от интернационализма. Батыев же, ранее отмалчивавшийся, теперь напротив заявил, что допущено излишнее выпячивание национальной проблемы, стремление сохранить татарские школы чуть ли не насильственным путем. Другие члены бюро, в том числе Табеев, промолчали. Фасеева поддержал только секретарь по сельскому хозяйству Анатолий Скачилов. Он, кстати, позже станет первым секретарем Ульяновского обкома партии. «Вы что, товарищи, склонны отступать?» — гневно спросил Скачилов. «Фасеева ни в чем нельзя обвинить. Доклад его мы обсудили и одобрили сообща. Там никаким национализмом и не пахнет. Я русский, но хочу, чтобы дети татар обучались на родном языке, что не мешает им овладеть русским языком. Я редко встречал татар, в том числе молодых, не умеющих говорить по-русски». Игнатьев, уже понявший, чем пахнет дело, подытожил разговор. «Еще не хватало обвинить нас в националистическом уклоне. Мы ведь все вопросы согласовали в отделе ЦК и Министерстве просвещения РСФСР. Но, по-видимому, поспешили, где-то ошиблись. Думаю, придется отменить решение пленума». Так и сделали. Так, в январе 1960 года закончилась татарская эпопея Игнатьева. Фасеев позже писал, «Кого медведь драл, тот и пенька боится». Однако Игнатьева не за что упрекнуть. Он сделал все, что мог, проявив непринятую тогда самостоятельность, взяв на себя изрядную долю ответственности. Этим и вошел в историю республики. Хотя времена уже и были вегетарианскими, но спорить с ЦК партии — это уже самоубийство. Второго обвинения в Игнатьевщине он допустить уже не мог. Кстати сказать, и следующие руководители республики вплоть до начала 1990-х годов также так и не смогли найти разумный баланс между изучением татарского и русского языков. А Фикрят Табеев, возглавивший вскоре Татарстан, помимо достижения, напротив, запомнился приостановкой вручения премии Негабдуллы Тукая на целых пять лет, сдержанно холодным отношением к вопросам развития татарского языка. Вторично попавший в опалу Семен Денисович Игнатьев проработал над должностью руководителя Татарстана еще почти год, до октября 1960 года. Официально причина отставки звучала привычно по состоянию здоровья, но было понятно. Игнатьеву не простили его прокола по национальному вопросу. Прокола в понимании ЦК. Отказавшись от предложения уехать послом в какую-нибудь европейскую страну, Игнатьев в 56 лет вышел на пенсию. Сохранив нужные связи, не отказывал просителям в помощи при решении проблем. К слову, с отъездом Игнатьева снабжение республики вскоре ухудшилось. Возросли планы сдачи зерна в Государственный фонд. Табеев, увы, не мог конкурировать с прежним шефом по политическому весу. Игнатьев уже на пенсии занялся своей любимой с молодости темой, восточной литературой, издал серьезный сборник афоризмов и изречений разных времен и народов. Кстати, включил в них и строки из Тука и Мусы Джалиля о родном языке и родине. Умер Игнатьев в конце ноября 1983 года в Москве. Такова история жизни Семена Игнатьева. Он недолго руководил республикой, но память оставила себе долгую. Казалось бы, дела минувшие, давно прошедшие. Однако прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Может быть, чтобы закрепить эту память, стоило бы называть его именем «Одну из улиц Казани»? Спасибо за ваше внимание. Всего доброго. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok